Всем привет! С вами Оля. В прошлом ролике рум-туре я поняла, что вам интересно, как живут другие. Поэтому сегодня мы снова в гостях. И в двух роликах я вам расскажу о кухне, очень интересной планировке и квартире, где живут семья из четырех человек. Если вам интересно, смотрите. Это хозяйка квартиры Даша и она поотвечает на мои вопросики сегодня. Это квартира площадью 56 квадратных метров и квартира была абсолютно без стен, то есть планировку придумали ребята полностью самостоятельно. Мы находимся в прихожей около входной двери. Мне очень нравится детский стульчик, на котором можно собираться. Это классное решение, когда есть маленькие дети, очень удобно. И что сумки можно поставить при входе, для них всегда есть место получается. Известный шкаф из Икеа. В него входит много обуви, так как она хранится там под углом. Он очень узкий и не занимает много места, что тоже классно. На выходе есть зеркало, можно всегда посмотреть, как ты выглядишь. И со входа сразу можно пойти в ванную. Кажется, что много места в ванной. А отодвинь шторку. Что там за шторкой? Та-дам! Где вы сушите белье? Полотенце вот здесь, а белье, когда оно стирается, на сушке. Это вот у нас здесь не реализовано. У нас была такая идея здесь ее, ну, такой откиднули. Но в итоге мы не стали делать и используем пока напольную. Вот это мне нравится. Мамский уголок такой хороший. Это единственное место, где можно сохранить все в нетронутом виде, потому что даже сыновья пытаются использовать все кисти. Здесь на стены положена напольная плитка. Это было сделано три года назад. Тогда вот эта форма шестиугольника, она, в принципе, мы не видели такого дизайна, реализации такого дизайна. И нам эта такая норка-пещерка, как мы смеемся, напоминает. Есть, короче, городок такой на юге Франции, называется Руссельон. Там все сделано вот в таких цветах. Вот даже более насыщенно глиняно-кирпичных. И нам он так зашел, этот Прованс, что мы, в общем, и вообще юг Франции мы любим, мы там часто катаемся. И вот в гостиной вы видите дальше, что мы оттуда понахватали вещей и привезли, и, в общем, начали собирать мозаику. И вот эта идея мужа, но, блин, круто она, конечно, реализована, на мой вкус. Вот, хотя... Так, заглянем. Это не типичное решение, не кирпичики в ванной. И, в общем, нам пока нравится. Ой, какая лейка огромная, круто. Я помню историю. Лейка-история, это, да, найти в Москве эту лейку за определенный бюджет, выделенный мужем, это... И она с нами из той квартиры приехала. Просто второй ремонт в нашей жизни, такой прям капитальный. И здесь уже были, ну, как, учтены свои же ошибки, поэтому он сделан более качественно. Что за дверью? А-а-а, это вообще тема. Где-нибудь встречали ванну, в туалет, туалет из ванны? О-о-о, круто! Короче, это туалет, который мы разделили, чтобы просто, ну, блин, большая семья, дети, нужно учитывать, гости, что немаловажно. И надо было сделать, в общем, все грамотно. Сюда мы зашили шкаф, где у нас хранится вся бытовая химия абсолютно, и полотенце, и, соответственно, все, что там складируется впрок. Очень удобно. Да, очень удобно, и очень правильно, потому что дети все напшикают на себя, хоть я и айхербоголик со стажем, но все же я боюсь, и нафиг надо. Пусть это будет все спрятано, и детки будут это все потом узнавать по мере надобности. У вас везде географическая тема, ребята много путешествуют. Сколько вы стран посетили? Ого! Недавно я была беременна Глебом, мы в Калининграде были, у меня есть такой пятибук, где каждый день есть новый вопрос, и я открываю, и вопрос дня у меня, а сколько вы стран посетили? Я думаю, блин, надо считать, я села, посчитала, оказалось в 38. Ого! Да, это вот было на июль 2017 года, но я была беременна, поэтому мы особо не путешествовали, засчитывая, 38 пока. Понятно, у Даши есть инстаграм, в котором она рассказывает всякие фишечки о том, как можно путешествовать, как привести себя в форму после родов, ну, в общем, много всего интересного, в общем, такая лайстайм история, поэтому переходите, подписывайтесь, я оставлю ссылку внизу. Так, за дверью, я смотрю, тоже пространство очень хорошо использовано. Да, у нас вообще была задача максимально использовать каждый квадратор этой квартиры, потому что... Ай! Вот, потому что квадратура маленькая, и нужно было сделать максимально удобно. Здесь у нас вешалка для детских полотенчиков и халатиков. И корзина с грязным бельем. Да, корзина для белья, швабра, от которой я не знаю, куда деться. Так, а вот еще этот шкафчик, ну, у нас тоже был такой же примерно, только поменьше в однокомнатной нашей квартире. Да, это моя любовь. Здесь, ну, все-все-все, все то же самое, что у каждой женщины. Парфюмы и уходовая косметика. Так не успела заглянуть. Открыть. Давай. Па-пау! Да. Прай, хербоголик. Да, мне кажется, мне пора обзоры пилить. Меня всегда интересует вопрос хранения, потому что в маленькой квартире это вообще реально всегда сложно. Да, вот я уже вам показывала прихожую, но тут вот стоят две коробочки. У нас тоже было так сделано в однокомнатной. Это очень удобно. Что там? Это коробка мамина. Здесь у меня все шарфы, шапки и перчатки. А это коробка мужчин. Да, все вместе. Причем и старшего, и младшего, и самого главного папы, короче. Ну, мамы больше всего. Пойдем вот в эту дверку. Это тоже, я так понимаю, кладовка. Будьте готовы. Давай. Кладовку. Она кладовка. Мне кажется, кладовка и нужна для того, чтобы там можно себе позволить хоть где-то небольшой беспорядок. Тут мне в прошлом видео написали кто-то, что типа, ой, какой срач. Ну, люди, слушайте, здесь пальто, обувь и чемоданы и все, что можно спрятать и нужно спрятать. Нужно спрятать, конечно. У нас в квартире просто нет ни одного шкафа. Да. Привет. У нас реально в квартире сделано так, что нет ни одного шкафа. Это единственное место хранения. Второе, это гардеробная. Ага, нам еще предстоит это увидеть. Отлично. Из интересненького, я в преддверии февраля месяца китайского нового года, конечно же, озаботилась тем, чтобы нарыть как можно больше журналов для, сами понимаете, визуализации карты желаний. Где карта желаний? В пакете. Понятно. Сейчас мы в кухне-гостиной, и про эту комнату я сниму отдельное видео. Как видите, тут необычная планировка. Вот первая часть кухни, вот вторая часть кухни. И все это вместе объединено в одно большое пространство, где можно встречать гостей, проводить время. В общем-то, классное решение. Переходите, смотрите, ссылка откроется в новой вкладке. И мы идем в детскую. В квартире два малыша. Ну да, детская, это, наверное, громко сказано. Она планировалась как детская. Вообще, изначально это кухня. И здесь должна была быть по проекту кухня. Просто, когда мы поняли, что мы эту квартиру будем эксплуатировать, ну, напрямую сказать, жить, нам пришлось мозговать на тему того, как сделать все максимально грамотно по использованию площади. Хотя изначально думали ее сдавать. И для этого ее и покупали. Вот. А решено было жить, и надо было делать детскую. Она небольшая. Я не знаю, нужна ли еще больше детская ребенка. Потому что здесь всегда хлоп. Здесь всегда все, куча мала, и у нас мальчишка. Поэтому здесь должна быть вот такая штуковина, которую мы купили. Он лазит, он скользит, прыгает, бегает. Это, конечно, не мешает ему расшивырить все остальное. Но это больше сейчас даже не детская, а гостевая. Потому что у нас часто приезжают родители, сестры, братья. Нам нужно где-то расположить человека. Поэтому здесь у нас стоит не детская кроватка и детский шкафчик, а диван. И шкаф, куда можно повесить верхнюю одежду у гостя. Вот он для чего. Да, это не детский шкаф. Это просто временная конструкция для приема гостей. Потому что внизу там чемодан располагается, вешается одежда. Когда гостей нет, сами видите. Мне здесь нравится одна тема. Это люстры. Часто в детских всякие там легко бьющиеся люстры. А это прям крутая штука, которую мы, опять же, по-моему, в Кее купили. Пни в нее мяч, не пни, швырни в нее какого-нибудь каркадила, не разобьешь. Это прям классно. Вот, проверено уже. Так, и мы идем в спальню. В прошлом видео я сказала мастер бедрум. И мне написали в комментариях, зачем, Оля, ты неправильно говоришь слово повешать. Но зато использую слова мастер бедрум. Исправляюсь мы ее в спальню. И картина в ней висит. Ну, в общем, это спальня. Здесь спят. Ну, прям, мы стараемся, чтобы здесь только спали. Конечно, у нас Захар, старший мальчик, носится как у горелой везде. Но, в общем, мы стараемся, чтобы дверь была закрыта и постель была застелена. Дети спят с вами в одной комнате. Да, в одной комнате с нами. Это тоже временная люлька. Для тех, у кого появился второй ребенок, неожиданно хорошее решение, пока он не сел и не нашел опоры абортик, чтобы это было уже опасно. Как только он это сделает, мы ее уберем. Это еще и место хранения для подгузников игрушек. Самое главное, что переносная конструкция. Это важно. Она путешествует по квартире? Да. То есть ты можешь уложить ребенка, взять с собой, перевести, готовить, продолжать, когда он совсем крош. Либо вот здесь держать. Мы уже ее не катаем. А здесь убрали бортик для маленького. Ну, для маленького. Для трехлетки, да? Для трехлетки, да. Он не падает? Нет. Нет, он не падает. Он крутится там на 180 градусов. Мне кажется, только один раз, наверное, он у нас сполз в одеяле на пол. А так справляется. А не будут дети друг друга ночью? Вот удивительно, но нет. Они в начале, наверное, первый месяц биоритмы как-то притирались друг к другу. И все. И сейчас Глеб может проснуться и кричать ором, а Захар будет спать как убитый. И наоборот. Я смотрю, у вас стоит пеленальный комод. Тоже Икея, да? Да, это все такая композиция Икеушки, матушки. В общем, здесь вещи. Глеба, вещи Захара. Пока вот в таких выдвижных конструкциях. А комод уже собран, потому что ребенка уже не удержать на пеленальной столе. Это уже больше опасно, чем нужно. А здесь у нас просто аптечка. Я вижу праномат. Аааа, давай! А так это аптечка. Она просто сортирована на взрослую, на детскую и на всякую такую нужность, которая понадобится для подрастающего ребенка. Там спасные блоки, пеленок этих, слюнявчики, кремочки, грызки. А так это просто вот место хранения для детских, появляющихся периодически. Пазлы всякой ерунды. Ну и тут немножко игрушек, да? Да, вот как раз эти игрушечки. Я вижу, что везде органайзеры. Мне нравится, что очень много продуманных мест хранения. Вы молодцы, у вас все не валяется. Везде, у всего есть места. Да, это я очень люблю. Я стремлюсь их еще найти, хотя они уже закончились, но куда-нибудь все еще раз перескладировать. Идем в гардероб. Я обожаю заглядывать в гардероб, и мне это нравится. Похоже, у меня рум-туры людей, у которых есть айрумба. И ключевой и стандартный вопрос для него. Довольны? Мы его купили в Нью-Йорке. Тогда же, когда и наш. Да, лет сколько? В 2012 году. Я была беременна. Шесть лет назад. Вот честно, мы им не пользуемся. Он у нас просто... Да, он у нас в последний раз на нем катался наш кот. Кот теперь в Калининграде, айробот в углу. Не пользуемся, правда. Я фанат Дайсона, и только им, когда появились дети... Так, расскажи, расскажи про это чудо. Слушай, это... Кстати, здесь одна крутая штука есть. Не темно так? Нет, так даже лучше. Смотри, здесь крутая штука одна есть. Мне нужно было квадратов пять. Сюда нужно вместить все, что связано с одеждой и обувью семьи. И еще запихнуть зеркало. Ну, в общем, что придумал мой муж? Та-дам! Он купил... Вообще круто! Я ожидала? Нет! Он купил дверку в Икеа от шкафа. Это обычная дверь в Икеа, которая продается в стоке. Сделал вот такие вот крутые держатели. Закрепил, и я могу в любой момент ее спрятать или открыть. Очень удобно. Это прям лайфхак. Это прям классная штуковина. А в принципе, здесь шляпы, здесь одежда, которая уличная. Это всегда, мне кажется, проблема. Ты поносил одежду, а куда ее деть? В чистой не положишь, в гардеробную надо как-то предусмотреть так, чтобы она была. И у меня здесь... Это мое, это мужчин. Ну, и как бы здесь погнали, все рассортировано. Внизу гардеробной у меня сделан отдельно шкафчик для вещей, тренировки. Это, знаете, всякие там скакалки, спортивные бра, что немаловажно, мотивационные эти, боди на случай лучшей формы. А еще есть одна коробочка, где у нас все для путешествия. Ну, прям такие вещи, как, например, трубки для плавания или спас-жилет, плавки, защитные для серфа, кофты. Ну, в общем, прям все-все-все. И это самая любимая полка сына. Он сюда приходит, одевает рюкзак, трубку в рот, жилет на плечи, плавки, выходит и говорит, мама, я в Таиланд. Короче, вот так. Я еще пришла к выводу, что проще в гардеробной разделить все по цветам. Ух ты. То есть, если у тебя красные рубашки, юбки, пиджаки, неважно, пусть они будут вместе. Фиолетовые вместе, синие вместе, серые вместе. Вот ты пришел, и у тебя там настроение, допустим, не выделяться из толпы, серые, платье, красный пиджак. Или вдруг тоталблэк, да, ты решил запигачить. Или тоталблэк выбрал. То есть, это очень удобно. И мы поделили мужскую часть, женскую часть. И, в принципе, это прям удобно. А все, что связано с бельем и с тем, что не эксплуатируется в моменте, как, например, мои там рубашки по бизнесу, в котором я работала. Вот, коробка, привет. И там все. Штукных, наверное, 25, сложно аккуратненько. Здесь, кстати, еще есть коробка беременных вещей. Горнолыжка. Там всякая... Ну, все, в общем, подушки. То есть, все просто разложено. По местам, да. Очень круто. И обои мне нравятся у вас, что тема путешествий по всей квартире. Тема моего Парижа, я по нему просто скучаю. Вот туда бы я прям почему-то сейчас хочется вернуться больше всего. Я даже беретку купила. Вот я вам показала очередной рум-тур. По-моему, очень много интересных решений, которые можно использовать у себя. Если у вас остались вопросы, пишите их обязательно ниже в комментариях ребятам. Я думаю, что они с радостью ответят. Подписывайтесь на Дашин инстаграм. Эти заядлые путешественники знают много-много фишек о том, как купить билеты недорого, как сесть рядом на местах в Победе и так далее, так далее. И если вы хотите еще рум-туры, подписывайтесь на канал, следите за новыми роликами. Тем более, что следующий ролик будет кухней из этой квартиры. Не пропустите. До скорых встреч. Пока-пока.